МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале российских железных дорог информационный тележурнал Магистраль. Здравствуйте. В ближайшие 25 минут все важное о главных отраслевых событиях октября. Центральная и восточная Европа и пространство 1520. Вопросы транспортной интеграции на бизнес-форуме в Белоруссии. Электрички на абордаж. Чем был вызван ажиотаж между Москвой и Химками и в чем суть проблемы? Электричка стратегического назначения. Тестовый маршрут между Липецком и Воронежем востребован. Подготовка к зиме. Напутствие и указания главы компании. Сильнейшие локомотивщики. Конкурс работников дирекции тяги прошел в Нижнем Новгороде. И это только часть тем программы. Впереди много разнообразного интересного не пропустите. Проект «Транспортная основа» для интеграции России, Белоруссии и Казахстана в рамках единого экономического пространства стал приоритетной темой Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520. Центральная и Восточная Европа». Он состоялся в Минске в первой половине октября. Вот подробности. В кулуарах форума до начала официального открытия серьезные разговоры коллег из разных стран. Тема общения практически одна. Стратегическое сотрудничество государств. Именно это с высокой трибуны затем подчеркнул и председатель Совета Министров Республики Беларусь. Республика Беларусь, которая, как известно, находится на перекрестке международных транспортных коридоров и располагающая развитой транспортной инфраструктурой, имеет все предпосылки для того, чтобы стать одним из основных логистических звеньев, соединяющих европейский союз, единое экономическое пространство, наш таможенный союз России, Казахстана и Беларуси и государств Тихоокеанского региона. Форум «Стратегическое партнерство 1520. Центральная и Восточная Европа» в Минске впервые. Он включен в программу «Транспортная неделя государства». Развитие транзита евроазиатского масштаба по железной дороге леет мотив бизнес-встречи. А ее знаковым продолжением стало подписание соглашения о базовых принципах создания и деятельности объединенной транспортно-логистической компании. Свои подписи под документом поставили главы железных дорог России, Беларуси и Казахстана. Проекты по созданию совместного громадного предприятия, соответственно распространенного на все пространство ЕЭП, как мы его называем, или таможенного союза, безусловно, есть огромное количество технических аспектов. И с точки зрения формирования единого подхода, единого графика создания ТЛК для всех участников, мы пришли к выводу о необходимости создания специального проектного офиса. В этом проектном офисе организована работа и с участием представителей и казахстанской железной дороги, и белорусской железной дороги. Рентабельность пассажирских перевозок, комфорт и качество услуг для путешественников в постальной магистрали государств. Тема разговора за круглым столом. Пленарное заседание посвящено технологиям инновационного комфорта в сфере пассажирского транспорта. Специалисты делятся опытом и вместе решают проблемы. Мы с нашими белорусскими коллегами сняли в основном, в основном, к сожалению, надуманные вопросы по якобы существующим проблемам по поезду ТЛК по станции Брест. Их просто нет в области и нормативной базы, и осуществления технических проектов. Это уже конкретное решение конкретных вопросов. Новые задачи, проблемы действительности и перспективы развития железнодорожной отрасли государств профессионалы магистрали обсудят вновь, но уже в Сочи в 2014 году. На традиционном форуме «Стратегическое партнерство 1520». Президент РЖД Владимир Якунин, выступая на форуме, также выразил уверенность в том, что Объединенная транспортно-логистическая компания России, Белоруссии и Казахстана уже в скором времени начнет свою деятельность. Со стороны РЖД предоставляются все необходимые документы. Отработана бизнес-модель будущей компании, отметил глава холдинга. Также он обратился к участникам с просьбой продолжать поддерживать согласованное президентами решение о создании ТЛК и выразить благодарность белорусской стороне. Наряду с этим глава РЖД подчеркнул необходимость принятия правительством стран единого экономического пространства законодательного решения об освобождении транзитных грузов от процедуры таможенной очистки. Необходимы новые законодательные меры и в России в части лицензирования и разрешений для действий иностранных перевозчиков, участников ТЛК. Вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействия в формировании Объединенной транспортной системы России и Беларусь, будет решать новое представительство компании РЖД, которая теперь действует в Минске. Открытие офиса состоялось в октябре в рамках стратегического форума. Особое внимание будет уделяться международной работе, организации сотрудничества железных дорог и Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. И это уже 11-е представительство РЖД за пределами России. Железнодорожные строители ускоряют Октябрьскую магистраль. Благодаря возведению дополнительных путей, в частности, ведутся работы по устройству 4-го главного пути в районе станции Химки. Эти мероприятия идут не один месяц, однако впервые они привели к неоднозначной ситуации. Люди брали штурмом электрички, а многие предпочли езду не в составе, а на нем. Все это вызвало в начале октября резонанс в интернете. Представители дороги ответили на все возмущения в свой адрес. Вот подробности. Вечер пятницы, 27 сентября. Станция Химки. Под звонкий смех пассажиры штурмуют вагоны электрички. Те, кому места не досталось, не теряя задора, пристраиваются между вагонами. Прямо скажем, нестандартная картина. Дело в том, что на тот момент заканчивалось строительство 4-го главного пути от платформы Останкино до станции Химки с параллельной реконструкцией прилегающей территории. И три последних дня сентября были выбраны для больших технологических окон, во время которых электропоезда не ходили. Эти работы велись всю неделю. Информация о предстоящих изменениях графика движения пригородных поездов была своевременно передана как в средства массовой информации, так и в муниципальные органы. Были расклеены информации на всех остановочных пунктах. Внимание, уважаемые пассажиры, в связи с ремонтом платформы Падресского, Радищева, Поваровка, Стреллова, выход будет производиться только из 4-х головных вагонов. О том, что подобные работы будут, население железнодорожники начали предупреждать заранее, за 10 дней. Тем не менее, на первую после окна электричку, 27 сентября, пассажиров собралось на порядок больше, чем обычно. 240 секунд отделяло этих отчаянных пассажиров, висевших между вагонами и на хвосте состава, от безопасного и уж точно более комфортного проезда в следующей электричке. Так или иначе, окончание строительства 4-го главного пути от Ленинградского вокзала до платформы Крюкова раньше конца 2015-го ждать не приходится. Благо, подобные сюрпризы пассажиры показывают редко. Большинство все-таки сознательные граждане. Из 18 платформ, предназначенных к реконструкции, за ближайшие полтора года осталось отремонтировать еще 13. Да и больших технологических окон в обозревом будущем железнодорожники не планируют. И если не пытаться, как некоторые граждане, приближать жизнь к концу, то в 2015-м можно будет на себе ощутить всю прелесть дополнительного полотна, которое увеличит количество поездов в пригородном сообщении. Тем временем на Октябрьской магистрали встроенные железнодорожные ряды вернулся ночной экспресс Москва-Санкт-Петербург. В отличие от Красной Стрелы, этот состав не имеет большой истории. Зато теперь он полностью соответствует европейскому уровню сервиса и комфорта. Внешне ночной, как его прозвали в народе, экспресс Москва-Санкт-Петербург не изменился. Но стоит зайти в состав. Лоск-портьер из велюра, великолепно сочетающийся по оттенку с бархатной обшивкой диванов. Сервированные столики, дорожные наборы, в которых есть все необходимое путешественнику. От зубной щетки до халата. А пассажиров СВ и ВИП-вагонов приятно удивит новая конструкция спальных мест. Наши вагоны СВ, они евро стандарта. Это не две обычно нижние полки. Это нижняя и верхняя полка. Полка, которая имеет форму дивана в сложенном состоянии и раскладывается для того, чтобы люди могли уже отдыхать. И она гораздо больших размеров, чем обычная стандартная полка. Каждая купе стала обладателем индивидуального санузла. А в ВИП-комплектации классический клозет оснащен еще и полноценной душевой кабиной. Евгений – частый пассажир экспресса. Будучи менеджером сети спортивных товаров, он регулярно курсирует между двумя столицами. В целом обновленный состав производит очень хорошее впечатление. Создателям удалось, не увеличивая размеры купе, оснастить его многими удобствами и радикально улучшить условия для пассажиров. Если к этому прибавить неизменившиеся цены на проезд и удобное для сотен тысяч пассажиров время отправления и прибытия в полночь из Москвы в 8 утра в Питере, то ночной экспресс можно считать поездом номер один. Жители Липецка и Воронежа наконец-то дождались. Для них запущена электричка, которая соединяет два города напрямую. Весь октябрь поезда курсировали в тестовом режиме, и все удобства люди успели оценить. А ведь прежде пассажиры добирались до нужной станции либо с пересадками, либо исключительно на автобусах. Галина Банных каждый день ездит по маршруту Липецк-Грязи-Орловский. Раньше ей приходилось долго ждать своего поезда или ехать с пересадками. Домой Галина попадала в лучшем случае часа через два. При этом нужная станция находится всего в 30 километрах от Липецка. Сегодня путь домой занимает чуть больше часа. Очень тяжело забираться, я живу на Грязи-Орловске. И с пересадками очень далеко и неудобно. Это просто шикарный вариант. Особенно если мы работаем с 8 до 5, это самое удобное время отправления. Идея пустить прямую электричку Липецк-Воронеж зрела давно. Пассажирская компания разрабатывала точный маршрут совместно с администрациями двух городов. Причем так, чтобы жителям было максимально удобно. Сейчас электричка подходит не только тем, кто едет весь маршрут. Пожалуй, главные пассажиры – это жители пригородов. Те же экологичные условия и так далее. И возможность свободно перемещаться по салону поезда, наличие санузлов в составе и так далее. То есть это дополнительное удобство для пассажиров. Два часа 43 минуты в пути. Электричка Липецк-Воронеж по скорости и цене сравнима с автобусом. Стоимость билета около 200 рублей. И это без учета льгот и скидок. Сейчас пригородная компания изучает отзывы людей, рассчитывает поток пассажиров. В дальнейшем маршрут планируют доработать. Добавить или убрать остановки, а значит и сократить время в пути. Главное сделать это без ущерба для комфорта людей. На Восточно-Сибирской железной дороге все хозяйства готовы к предстоящей зиме. Такой вывод сделан по итогам трехдневного совещания старшего вице-президента Анатолия Краснощека с руководителями магистрали. За это время представители центральных дирекций провели комплексную проверку в подведомственных подразделениях. Осмотрели состояние техники производственных цехов, зданий и сооружений, объектов социальной сферы. На совещании отметили, что к работе в зимний период готовы 46 снегоуборочных машин, пневмообдувочные системы для очистки стрелочных переводов. Под контролем специалистов более 20 лавиноопасных мест в районе БАМа. Утеплены и подготовлены пункты обогрева для работников дистанции пути. А вот как прокомментировал подготовку магистрали к зимнему периоду глава компании в ходе ноябрьского селекторного совещания. Необходимо констатировать, что основные риски в области безопасности движения на инфраструктуре ОРЖД в предстоящий зимний период связаны с низким уровнем эксплуатации потенциально опасной продукции заводов-изготовителей железнодорожной техники, с безопасностью движения на железнодорожных переездах, с организацией обслуживания объектов инфраструктурного комплекса. Должен отметить, что программа подготовки железных дорог к работе в предстоящую зиму в целом, как докладывают, завершена. Но она была завершена и перед прошлой зимой. Однако результаты оказались, мягко говоря, несоответствующими этим заключениям. Поэтому еще раз, еще раз внимательно проанализируйте все замечания, которые были сделаны при объездах, при осмотрах и при подготовке к зиме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова После знакомства и теоретических занятий, где молодежи рассказали об основных инструментах бережливого производства, ребята отправились на производственные участки. Шесть различных рабочих мест. На каждом из них ежедневно идет непрерывный технологический процесс. Ремонт различных узлов и агрегатов, локомотивов и вагонов. После осмотра – мозговой штурм. Молодежь решает, как полученные теоретические знания применить на практике. Такие внедрения очень важны. Так как я сам работаю слесарем выдвижного состава, и хотелось бы, каждому, наверное, слесарю хочется, чтобы было лучше для него, как бы и для производства, соответственно. За отведенное время молодежи нужно было применить не только полученные знания, но и все свои умения для того, чтобы привести рабочие места в соответствии с программой бережливого производства. Четыре часа – немного, но сплоченной команде и за это время по плечу обновить рабочее место слесаря, разобрать и покрасить целый стеллаж инструментов и деталей и разложить все элементы в порядке чистоты их использования. Труд не только объединяет, но и приносит вполне конкретные плоды, а их оценивала уже экспертная комиссия. После подсчета голосов из шести команд выбраны три призера, но, как известно, главное не победа, а участие, тем более в таком деле, как применение бережливого производства. Молодежь ЗАБЖД показала, что внедрению бережливого производства на магистрали уделяется особое внимание. Эффективность работы железнодорожников в этом направлении оценило и руководство РЖД. В следующем году сетевая школа по реализации инструментов бережливого производства пройдет именно на базе Забайкальской дороги. Бестыковой путь – особенности содержания. На Октябрьской магистрали прошла дорожная школа, семинар, посвященный этой теме. В 88 руководителей службы пути и начальники технических отделов собрались, чтобы увидеть новинки. На испытательном полигоне Тоснинской механизированной дистанции пути Октябрьской магистрали руководителям 39 дистанций продемонстрировали сварку стыков рельс с помощью современной техники и по самым новым технологиям. Первое – это мы показываем практически ввод плите в оптимальный режим. Второе – мы покажем работы по устройству бестыкового пути применения сварки. Мы показываем сварку стыков машинами по РСМ и алюминиторметрную сварку. И на последнем этапе на этой площадке будут показаны все те современные уникальные машины, которыми сегодня располагает Октябрьская дирекция инфраструктуры. По словам специалистов, подбор метода для создания бестыкового бархатного пути требует самого ответственного подхода. С помощью алюминиторметрной сварки на Октябрьской магистрали уже сварено более 5000 стыков. А эта машина, созданная псковскими специалистами, оснащена комбинированным ходом, то есть способна передвигаться как по железнодорожному полотну, так и по автомобильной дороге. 75% от всех рельс Октябрьской магистрали – это бестыковой путь. Конструкция бесспорно удобная, но требующая точного соблюдения технологии. От температуры при укладке плетей до исключения человеческого фактора. После сварки – обязательный контроль качества. А специальные очки видеорегистраторы зафиксируют все действия оператора дефектоскопной тележки. Когда операторы выполняют свою работу по проверке рельс, очень важно, чтобы оператор соблюдал технологию проверки рельс. Это очень важно. И когда мы, как руководители, имеем возможность проконтролировать, правильно ли он выполнял эту технологию. Это очень важно. По окончании школы семинара участники сдадут экзамен на знания инновационных методов организации без стыкового пути, чтобы затем провести обучение уже на своих рабочих местах. А дирекция тяги и все, кто имеет отношение к ней, последний месяц готовились к главному событию своей сферы – слету машинистов. С 26 по 29 ноября место встречи – пансионат «Березовая роща». А в октябре в Нижнем Новгороде подводили итоги общесетевого конкурса на звание лучшего работника дирекции тяги. На протяжении трех дней сильнейшие локомотивщики от Владивостока до Калининграда соревновались в профессиональном мастерстве, одновременно поднимая престиж профессии. Традицию проведения конкурса, заложенную в локомотивном хозяйстве более семи лет назад, дирекции тяги нарушать не стало. Напротив, сделав его еще масштабнее. Все 16 команд вступили в борьбу уже на этапе знакомства, набирая очки короткими видеовизитками. С задачей показать и рассказать о своей локомотивной бригаде участники справились по-разному. Однако тему важности профессии раскрыли все. Локомотивная бригада – главная составляющая в комплексе всего ОРЖД. Это все знают, это все видят. И вот этот конкурс, который мы сегодня проводим, нужно выявить самых лучших, наилучших, и показать, на кого нам равняться, с кем надо работать, и к кому учиться, как нужно работать. Основа конкурса – теория и практика. Два эти блока должны указать на команду победителя, потому и подготовка к нему всех основательная. Яркий пример – коллектив при Волжской дирекции тяги. Помня о прошлогоднем седьмом месте, команда ставит цель не просто выступить лучше, но и победить. Тренировались отдельно с отрывом от производства. Две недели изучали подробно инструкции, конструкцию локомотива. Проходили АСПТ-тестирование. То есть все то, что из года в год на конкурсах всероссийских проходит, все старались подготовить. Остановить локомотив вплотную к планке – высший пилотаж для машиниста и критерий успеха в практической части конкурса. Мастерство участников подводило редко, потому и баллов в этом конкурсе было собрано немало. Столь же продуктивной для общекомандных копилок стала проверка теоретических знаний с помощью тестов и умения расшифровать скоростемерную ленту в заданное время. Плотная борьба породила интригу. Первый этап – это подобного рода соревнования по профессиям машинист, инструктор, помощник машиниста, техник-расшифровщик происходят на уровне локомотивных депо. У нас таких депо 147 по всей сети железных дорог России. Там отбирают лучше. Потом они попадают на региональные дирекции. Это 16 дирекций. Там тоже соревнуются между собой. А здесь уже на этом уровне идет соревнование, по сути, между дирекциями, между дорогами. Подводя итоги профессионального конкурса, судейская комиссия еще раз отметила упорную борьбу, исход которой решили буквально десятые доли баллов. Лучшей на сети командой локомотивщиков была признана Свердловская дирекция тяги. В руки ее капитана и был отдан переходящий кубок, а также право провести конкурс в следующем году. А в столице подвели итоги конкурса на звание лучшего агента фирменного транспортного обслуживания. 17 участников боролись за первое место. 16 представительниц прекрасного пола и один мужчина. И пока девушки покоряли жюри пышными платьями, Валерий Троян делал ставку на мужскую харизму. Во время творческого конкурса он исполнил танец в лучших традициях спецагентов всего мира и всех времен. Конкурс на звание лучшего агента ЦФТО проводится с 2006 года. Только тогда о творческом этапе еще никто не думал, оценивался исключительно профессионализм. Все изменилось в последние три года. Теперь агенты со всей страны показывают настоящее шоу, помимо умения работать с документами. Конверт с именем победителя вскрыла генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания Елена Кунаева. Первое место в конкурсе лучшего агента 2013 года присудили сотрудницы дальневосточного ЦФТО Натальи Нижебецкой. 135-летний юбилей в этом году отмечает Свердловская железная дорога. Столько же и памятнику архитектуры старому зданию вокзала Екатеринбурга. В его стенах расположился музей истории науки и техники магистрали. Путейские рабочие, станционный смотритель, пассажиры и проводница встречают посетителей музея Свердловской железной дороги. Часть собрания размещена под открытым небом, а уже в самом здании в начале осмотра расположился, наверное, самый знаковый экспонат – модель первого российского паровоза в масштабе 1 к 2. Рядом изображение создательной машины, братьев Черепановых и чертеж их творения. Осмотрев несколько стендов, можно попасть в гостиную работника Уральской горнозаводской или Пермской железной дороги. Так 135 лет назад называлась Свердловская магистраль. Ранее здание, в котором сейчас располагается музей, было первым вокзалом города Екатеринбурга. И в этом помещении находилась контора начальника станции. А когда делали экспозицию музея, решили воссоздать гостиную служащего Пермской железной дороги Рацеборского Станислава Наполеоновича. Почему мы озвучиваем эту фамилию? Просто в музее хранится удостоверение этого человека. И мы знаем, что он работал на дороге счетовода. И получал зарплату 125 рублей в месяц. И на эти деньги он вполне мог позволить себе такую обстановку. Фрагмент самой настоящей кабины электровоза постоянного тока серии ВЛ-11, что расшифровывается как Владимир Ленин. Впервые эти машины вышли на сеть железных дорог страны в 70-х годах прошлого века. Однако трудятся на магистралях до сих пор. Контроллер машиниста представляет собой начальный этап управления, так как здесь находится ключ. Это регерсивно-селективная рукоятка. С помощью нее задается направление, куда мы поедем, вперед или назад. В экспозиции музея каждый найдет что-то интересное. Будь то большой макет станции Ревда или один из элементов причудливой и непростой системы блокировки однопутных путей. Внимание привлечет и карта во всю стену Свердловской железной дороги с этапами ее электрификации. Конечно, экспонаты приносят и железнодорожники, также и это и внуки, и дети, и правнуки, также любые родственники, там, прадедушек, прабабушек, которые работали на Свердловской железной дороге. И, конечно же, музей пополняется новыми экспонатами. В музее Свердловской железной дороги воссоздана поистине историческая атмосфера. Вот дама с собачкой ожидает отправления своего поезда, отдыхая на чугунной скамье. Начальник станции за пять минут до отпытия состава подает сигнал дважды, ударив в колокол при отправлении трижды. Так было тогда, более полутора века назад, когда железные дороги стояли в начале большого пути. ЗВОНОК В ДВЕРЬ У меня и моих коллег это все. Вы смотрели информационный тележурнал «Магистраль». Не забывайте заходить на интернет-сайт нашего канала. Спасибо за внимание и счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!